Всем привет, это Xperia Z3 – четвёртая реинкарнация флагманских смартфонов Xperia. Sony, в отличие от других производителей, обновляет свои устройства не раз в год, а раз в полгода, поэтому не стоит ждать от Z3 каких-то серьёзных изменений в сравнении с Z2. Экран остался таким же – 5,2 дюйма, Full HD разрешение, процессор Snapdragon 801, кстати, чуть улучшенная версия с индексом AC. Также 3 гигабайта оперативной памяти, поддержка 4G, в общем всё как и было в Z2. Работает телефон быстро, как и работал. Изначально Z3 будет продаваться под управлением Android 4.4 KitKat. Камера почти не изменилась – это всё те же 20 мегапикселей, но при этом добавились разные интересные фишки. Допустим, режим Art Dosuk – позволяет делать фотографии в виртуальной реальности, дополняя их разными объектами. Допустим, можно покидать такие кляксы, а потом подойти к ней и посмотреть. Но работает, естественно, не идеально, хотя как демонстрация возможностей – нормально. Вот что. Улучшили камеру в отношении ISO и увеличили её показатель до 13 тысяч единиц. Так что в темноте должны получаться отличные снимки. Какие ещё изменения в сравнении Z2? Вместо Micro SIM здесь теперь используется Nano. Тенденция понятна. Батарея чуть уменьшилась – с 3200 до 3100 мАч. Хотя Sony заявили, что это никак не повлияет на время работы телефона. Но самое главное изменение здесь – это дизайн. Скруглённый по краям, весь такой обточенный, Sony Xperia Z3 теперь смотрится невероятно хорошо. Нравится, что поправили заглушки. Теперь это не что-то из разряда военной техники, а аккуратно сделанные элементы дизайна. Рамка у Z3 металлическая, а вот углы рамки – поликарбонатные, проще говоря, пластиковые. Такое решение позволяет при падении обеспечить надёжную защиту телефону. Xperia, имея такой же дисплей, чуть уменьшилась в размерах – буквально на миллиметр. Толщина составляет всего 7,3 мм. Ну и смотрится Z3 сейчас красиво. Действительно аккуратно, хотя при этом он ещё и водонепроницаемый, пыль-защищённый, по стандарту IP68. В прошлой модели был 58, а это означает, что теперь с ним можно довольно глубоко нырять. Xperia Z3 продаётся в чёрном и белом варианте. Интересно, что из линейки выпал фиолетовый цвет, а на замену ему пришло два новых – медно-золотой и тускло-зелёный. Кстати, очень хорошо смотрятся эти цвета. Продажу также поступит двухсимочный вариант Z3, так что заживём. Ну и последнее, главная фишка устройства – поддержка стриминга PlayStation 4. Технология повторяет возможности PS Vita и такой некий аналог Nvidia Shield. Можно дома прямо с телефона играть в игры PlayStation 4. Главное, чтобы сама консоль была неподалёку. Отличная возможность, учитывая, что для подобных вещей теперь не нужно покупать Vita, которая и так не пользуется особой популярностью. Z3 – это хорошо доработанная версия Z2. И Sony это не скрывает, а наоборот так и позиционирует этот телефон. Субтитры создавал DimaTorzok «Изубтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...